Всем привет, и сегодня я хотел показать вам одну из самых красивых партий за всю историю шахмат. Эту партию играл Михаил Чегорин, он играл более 100 лет назад, и из-за этого обязательно досмотрите до конца, в конце будет просто супер комбинация. Итак, мы будем смотреть за черных, белые начали партию с ходом Е4, черные сыграли Е5, далее Конь Ф3, Конь С6, С4, и черные вместо хода С5, чтобы перейти в итальянскую партию, они сыграли Конь Ф6, дебют двух коней. Далее, белые играют Конь Ж5, они грозят забрать Конь Ф7, с вилкой на ферзе и на ладью. Черные играют Д5, защитились, далее белые забрали ЕД, одновременно напали на коня, но черные отошли конем на А5, на край доски, но с темпом нападая на слона. Белые сыграли слон Б5, делают шаг королю, черные защитились ходом С6, далее белые забрали ДС, БС и напали на слона, и в этой позиции белые отошли слоном на Е2. Далее, последовал А6, с нападением на коня, Конь уходит на Ф3, одновременно нападая на пешку на Е5, и черные играют Е4, зажимая черного, точнее белого коня. Они напали на коня, ну и видим то, что на Ж5 нельзя из-за пешки, Ж1 тоже плохо играть, потому что просто назад возвращается Конь, на обратно свое место, из-за этого здесь белые сыграли Конь Е5. Далее, черные сыграли Ф7, напали на этого коня, и белые сыграли Ф4. Очень сильный ход, потому что они одновременно защитили коня, и одновременно здесь нельзя забирать на проходе ЕФ, потому что тогда Конь забирает и с темпом возвращается просто назад. И да, также еще белые, когда сделают рокировку в короткую сторону, ладья у них будет открыты. Это очень хитрый ход, слон Д6 сыграли черные, напали на коня, и второй такой же ход Д4. Здесь опять же нельзя забирать ЕД, потому что просто посадят Конь Д3, с темпом возвращается назад, а также раскрывая своего слона. После Д4, конечно же, черные сыграли. Сделали рокировку 2-0, белые тоже сделали рокировку, и черные сыграли С5. Напали на пешку на Д4, хотят поскорее раскрыть эту диагональ, потому что белые, сыграв Ф4, открыли ее, и черные хотят слона на С5, ферзян на Б6, и поскорее замотовать белого короля. Из-за этого здесь, в этой позиции, также, если, допустим, белые ошибутся, сыграют Конь Д3. После СД ферзь Д4 забирать нельзя, потому что последует слон С5, и просто будет потерян ферзь. Слона нельзя забирать из-за ферзя. Из-за этого здесь белые сыграли С3. Защитили пешку на Д4. Далее черные играют ладья Б8. Белые сыграли Конь А3, хотят, допустим, можно сыграть Конь С4, чтобы разменять Коня. СД забрали черные, и белые играют Конь Б5. Нападают на ферзя, нападают на пешку, хотят забрать ее. И после этого, также, когда после того, как они заберут пешку, они будут смотреть на этого слона. Здесь очень напряженная ситуация, на самом деле. То есть и белые, и черные, они очень хорошо играют и нападают друг на друга. И черные сделали такую жертву. Чегорин сделал жертву, он сыграл ладья Б5. Конечно же, если не забирать просто, остаемся с лишней фигурой. Из-за этого белые забрали слон Б5. Черные играют ферзь Б6. Уже поставили ферзя на диагональ и напали на слона. Далее белые защитили слону ходом А4. И мы играем Д3. Делаем шаг. Если в этой позиции, конечно, слон Е3 играть нельзя, потому что просто последует ферзь Е3. И ладья Ф2 тоже плохо играет, потому что последует Е3 с нападением на ладьи. И после его, как неважно, куда уйдет ладья, просто Е2 с шаг и одновременно просто теряется ферзь. Из-за этого после Д3 шаг последовал король А1. Черные сыграли А6, напали на слона. Белые сыграли конь Ц4. Нападают на ферзя. Из-за этого если забрать, просто потеряется ферзь. Из-за этого мы забираем конь Ц4, слон Ц4. И черные сыграли слон Ж4. Напали на белого ферзя. Белые сыграли А5. Напали на нашего ферзя. Ну и далее черный ферзь отходит на А7. Это правильный ход, потому что сохраняем напряжение на этой диагонали и не даем королю пойти на Ж1. Далее белые сыграли ферзь А3, точнее ферзь А4. И мы играем слон Е2. Нападаем на ладью на Е1. И также хотим вот эти две пешки продвинуть ферзя. Также ладью на Е8 можно поставить Е3. Д2 просто зажать и продвинуть пешки ферзя. Белые сыграли ладья Е1. Мы сыграли слон Е2 с целью того, чтобы прогнать ферзя с этой линии. И после, точнее ладью. И после того, как ладья идет на Е1, мы играем ферзь А2. Напали на ладью. Уже грозит мат ферзь Е1. Из-за этого белые сыграли слон Д2. Защитили ладью. И мы играем конь Ж4. Видим то, что уже потихонечку приближаемся к белому королю. Грозит уже ферзь А4 с матом ферзь А2. И белые сыграли А3. Напали на коня. Ну и в этой позиции черные могли выиграть намного быстрее. Просто сыграв ферзь Ж3. И все. Просто неизбежный мат ферзь Ж2. Но партии такого не было. Черные сыграли слон С5. Поторопились, наверное. И видим то, что уже грозит маты какие-то. Близи белого короля. Белые сыграли слон Ф7. Сделали шаг. И последовала ладья Е7. И после чего видим то, что вот эта вертикаль открыта. Из-за этого белые поставили туда ферзя. Сыграли ферзь В8 шаг. Черные не сыграли ладей В8. А просто пожертвовали ладью. Сыграли короля Шнем. Хотя можно было бы даже ладей В8 сыграть. И после ферзь В7, дорогие друзья, обязательно поставьте видео на паузу. И найдите красивую жертву фигуры. И красивый мат. Ну что ж, дорогие друзья, надеюсь, вы нашли этот ход. Это ход весь Ж2 шаг. Весь Ж2 шаг. Королю приходится забирать король Ж2. Мы играем слон Ф3 шаг. И у белого короля на Н2 нельзя. На Ж1 нельзя. На Ж1 нельзя. И на Ф2 тоже нельзя. Либо на Ф1, либо на Ж3. Если отойти королем на Ж3, то мы играем слон Ф2 шаг и мат. Королю некуда идти. А если же королем уйти на Ф1, то мы играем конь Н2 шаг и мат. Вот так вот, дорогие друзья. Я решил сегодня вам показать такую красивую партию. Обязательно поставьте лайк за нее. Подпишитесь на канал. Спасибо за просмотр. Всем удачи и всем пока.